Слава Богу! Я так приветствую вас и рад, что мы сегодня с вами встретились в эфире. Я так счастлив, потому что, когда мы слышим Слово Божие, нет дистанции в духе. И то, что говорилось и делалось во время проповеди, это точно так же может повториться у вас. Потому что Бог тот же. Слава Богу! Сегодня я хочу пригласить вас послушать со мной проповедь «Жизнь – это путешествие». И надо успешно закончить. Не только жизнь. Все, что связано с нами в жизни – это путешествие. Семья, работа, бизнес. Главное – успешно закончить. Давайте послушаем внимательно, и мы поговорим дальше. Проповедь называется «Жизнь – это путешествие». Надо пройти успешно. В любом путешествии важно всегда знать и быть уверен, куда я иду, с кем я иду и как я иду. Вот одна слепая женщина, мне очень понравилось, как она говорила, ей задали вопрос. Тебе не тяжело, что ты слепая в жизни? Она говорит, мне лучше иметь слепоту физически, чем иметь видящие глаза, и у меня нет ни видения, ни цели, куда я иду. И поэтому путешествие наше имеет значение тогда, когда в нем Бог. То есть с того момента, когда ты что-то делаешь, а Бога нет там, ни для Бога, ни вокруг Бога, это не считается даже за жизнью. К сожалению, многие люди живут жизнью, и есть большие пробелы в их жизни. В моменте, когда они жили, двигались без Бога. Поэтому считается только то, что когда мы делаем, когда в нашей жизни Бог, или мы для Бога, или к Богу. Все остальное – это ноль, пустота и ни к чему. Я хочу сегодня показать вам путешествие одного человека. Жизнь – это путешествие. И показывая путешествие этого человека, я хочу попробовать показать это типичное жизни человека, чтобы мы нашли себя в его путешествии. Мы корректировали то, что надо корректировать. Мы исправили то, что надо исправить. И мы подражали то, что надо подражать. То, чему надо подражать. Скажи да, аминь. Вот, и сегодня для этого я выбрал путешествие под названием «Жизнь Саула». Кто не знает, это был первым царем Израиля. Первый эпизод в его жизни, который мы видим, это называется «Эпизод почтения». В первой книге царства, 9 глава, с 1 стиха по 5, Библия говорит, «Был некто из сынов Вениамина, имя его Кис, он был человек знатный. У него был сын, имя его Саул, молодой и красивый. И не было никого из израильтян, красивее его. Он от плечей своих был выше всего народа. И пропали ослицы у Киса, отца Саулова, и сказал Кис Саулю, сыну своему, «Возьми с собою одного из слуг и встань, пойди, поищи ослиц». Прошел гору Ефремову и прошел землю Шалишу, но не нашли. Когда они пришли в землю Цуф, Исаул говорит, «Давайте пойдем назад, чтобы отец мой оставил ослиц, не стал беспокоиться о нас». Саул идет искать ослиц, потому что Папа попросил. Почтение – это уважительное отношение к чему-то или кому-то, в его присутствии и в его отсутствии. Получается, что у Саула было почтение отцу, даже когда он был далеко от отца. Почему почтение важно? В Ефесианам 6, 1-2 Библия говорит, «Почтай отца твоего и мать» – это первая заповедь с обетованием. Каким? «Чтобы тебе было благо, и будешь долголетен на земле». Теперь слушайте внимательно. Есть несколько направлений, которые Бог просит, чтобы мы почитали людей. И все эти почтения влияют на твоего успеха и на твое долголетие. То ли долголетие твоей личной жизни, долголетие твоей семьи, твоего бизнеса, твоей работе. Неважно в чем, они влияют. Почтение первое, которое требуется от нас – это почтение Господа Бога. Бог просит, чтобы мы почитали Бога. Потому что без почтения к Богу все остальные почтения начинают терять свой эссенции. Бог просит, чтобы мы почитали Бога, почитали папу и маму, почитали пастора и лидеров, почитали царя. В нашем случае это президенты и власти. Надо к власти, к власти имущим с почтением. И четвертое, или уже какое-то, почтение друг друга. То есть Библия говорит, почитая друг друга. Образ жизни, почтение принесет тебе много блага, продлить жизнь твою в разных сферах. Если у тебя есть образ жизни, непочтение людям, дискредитировать, искать причину, чтобы дискредитировать, могу гарантировать тебе, благо не будет в твоей жизни. Успех ты не увидишь, как ты мог бы видеть, и жизнь твоя не будет такая длинная, как могла быть. Номер два. В этом путешествии Саул, он столкнулся с призванием. Первое царство, 9 глава, 6 стих. Слуга сказал ему, вот в этом городе есть человек Божий, человек уважаемый. Все, что он не скажет, сбывается. Сходим теперь туда. Может быть, он укажет нам путь, по которому нам идти. А Саул говорит, вот мы пойдем, и что мы принесем тому человеку? Нельзя было идти к человеку Божьему с пустыми руками. Ибо хлеба не стало в сумках наших, и подарка нет, чтобы поднести человек Божий. Что у нас? 10 стих. И сказал Саул слуге своему, хорошо, ты говоришь, пойдем. И пошли в город, где человек Божий. 15 стих. И Господь открыл Самуил за день до прихода Саула. И сказал, завтра в это время я пришлю к тебе, человека из земли Вениаминовой, и ты поможи его, правителя народа моему, Израилю, и он спасет народ мой от руки филистимлян. Ибо я презрел на народ мой, так как вопли его достиг до меня. Когда Самуил увидел Саула, то Господь сказал ему, вот человек, о котором я говорил тебе, он будет правлять народом моим. Саул занят ослами. Они там достали четверть сикла, они хотят дать пророку, покажи нам, где осли. И Самуил говорит 20 стих по 22, написано. Саул говорит, и об ослицах, которые у тебя пропали, уже три дня. Не заборься, они нашлись. И кому все вожделеною в Израиле? На тебе, не тебе ли, и всему дому отца твоего? Я отвечал Саулу и сказал, не сын для Вениамина я, одного из меньших колен Израилевых, и племя моё не малейшее ли между всеми племенами колена Вениаминова? А к чему же ты говоришь мне это? Изъял Саула и слугу его, и вёл его в комнату, и дал им первое место между званиями, которых было около 30 человек. Это самые важные личности в Израиле. Он их позвал заранее, и они все сидят, и Саулу посадили на самой верхней вершине. Столкнулся со своим призванием. Это была встреча неожиданная. Смотрите, первое. Призвание Саула, это надо слушать внимательно. Призвание Саула, которое он не знал, двигало его к направлению Самуила. Почему в направлении Самуила? Потому что Самуил тот человек от Бога, который должен помочь этому призванию состояться. Когда он нашёл, вошёл своё призвание случайно, его пригласили на встречу, где знатные, важные люди Израиля ему дали самое почтённое место. Твоё призвание, когда ты войдёшь в твоё предназначение, то ли ты умно вошёл, целоустремлённо вошёл, наткнулся случайно, неважно как, твое предназначение принесёт в твою жизнь повышение, прорыв и успех. И точно так же, выходя из него, в твою жизнь начнёт приходить неуспех, унижение и провал. Самая успешная версия тебя – это когда ты в своём призвании. Поэтому Саул, он там, и Самуил его помазал, Дух Святой сошёл на него. И что мне нравится? Написано 1 Царство, 10 глава, 1, 6, 7. «И взял Самуил сосуд с елеем, вылил на голову его, и говорит, вот Господь помазывает тебя». 6, 7 стих. «И найдёт на тебя Дух Господень, и ты будешь пророчество с ними, и сделаешься иным человеком». «И с того момента делай, что может рука твоя, ибо с тобою Господь». Ты и своё призвание, вы одно. Какое состояние Саула в это время? У Саула есть страх перед ответственностью. Очень ярко выражено. Второе. Он нерешителен. Третье. Не торопится доверять словам Бога. Ему говорили, Бог тебя избрал. Не доверяет. Почему я выделил это состояние Саула в начале его царства? Потому что это повлияет на его путешествие. Четвёртый этап, последний эпизод. В этом путешествии есть проверка, которая называется кризис. Когда приходит кризис, есть два результаты после каждого кризиса. Победа или непобеда. Любой кризис, когда приходит, надо выйти с ней. Мы все выходим со всех кризисов. Либо победой, или непобедой. Когда мы выходим с победой, с любого кризиса, мы поднимаемся выше. И мы продвигаемся. Когда мы выходим с непобедой, мы включаем движение на разрушение. У тебя выбор только один. Побеждай в каждом кризисе. Какие кризисы бывают в семье? Нехватка денег, потерянное уважение, потерянная преданность. Эти все вещи не являются через 20 лет после начала семейной жизни. Нет. Они являются в течение короткого времени. Ожидания разваливаются. Муж и жена живут дальше. Но внутри все трещины, которые будут родить, все будущие проблемы уже есть. Это бывает между родителями с детьми. Это бывает в компании. Это бывает в церкви. Это бывает и в стране. В этой жизни герои – это те люди, которые умеют победить кризисом. Кризис номер один в жизни Саула. Первое царство, 13 глава, с 5 стиха по 11. Собрались филистимляне. Ну вот это то, ради чего он призван. Понимаете? Он помазан на это. Собирается филистимлян. В нем помазание прыгает. А, наконец-то! Сделаю свое дело. Помазание радуется, когда приходит кризис. Ради чего он пришел? Самуи ему говорил. Вот там израильтяне сидят. Бегут в пещерах. И они на войне, они в страхе, они в рвах. Прячутся, 7 стих, 8 вернее. И ждал он 7 дней до срока назначенного Самуила. А Самуил не приходил в Галгал и стал народ разбегаться. То есть Саулю сказали, 7 дней, жди меня. Я приду в течение 7 дней. И он ждет. Люди же кто-то куда, кто убегает, кто прячется, кто убегает. И Саул не выдержал. И что он делает? Он говорит, приведите ко мне. Назначено для жертвы всесожжение. И он вознес всесожжение. Нельзя было ему это делать. И когда он это сделал, едва кончили это, приходит Самуил. И выходит Самуил к нему и говорит, чтобы встречать его. А тот говорит ему, что ты сделал? Ой, я видел, что народ разбегается от меня. И ты не приходил к назначенному времени. Вот это его внутреннее. Помните, что мы встретили в начале его царства? Страх нерешителен. Внутренная слабость. И оно начинает проявляться в царстве. Первое. Он не выдержал эмоциональное давление внутри. Второе. Он нарушил поручение. То, что ему сказали. И вместо того, чтобы покаяться перед Самуилом, сказал, Самуил, прости, пожалуйста. Каюсь, Боже, прости. Бог его бы простил. Он это не сделал. Он начинает оправдаться. Скажите, оправдаться. Не покаялся. И сердце его не склонено к покаянию. И в результате происходит первая трещина в жизни и в царстве Саула. Начинается уже неправильно в его жизни. Путешествие начинает не туда. Притом, в этом случае он мог бы исправить еще. Он мог бы пасть на коленах. Прости меня самую. Господь, прости меня. Я самоволничал. Каюсь. Все бы пошло хорошо. Но он это не сделал. Кризис номер два. Первое царство, 15 глава, 2-й, 3-й. И сказал Господь. Вспомнил я о том, что сделал Амалик Израилю. Как он противостоял ему в дороге. Короче, иди. Уничтожи его. Ничего не оставляй в живых. Вообще ничего. Пошел Саул. Посражался. И что он сделал? 13 стих. Когда пришел Саул к Саулу, то Саул сказал ему, благословен ты у Господа. Я исполнил слово Господне. Он уверен, что он сделал все как надо. И он говорит, 14-15 быстро очень. И сказал Саулу, а что за блеяные овец в ушах моих? Мучание волов, которое я слышу. 15-й. Он говорит, ну привели их от Амалика. При этом он сказал, я все сделал. А он не сделал. Так как народ пошадил лучих, это не он сам, а народ. Для жертвоприношения. А прочим мы истребили. 24 по 26. Сказал Саул Самуилу. Согрешил я его, ибо приступил повеление Господа. И слово твое. Но я боялся народа и послушался голос их. Опять заметили, как его привычка? Оправдаться, аргументировать и объясняться. И это уничтожило его. И по этой причине он и погиб в конце. И здесь тоже он мог бы сказать, прости меня, Господь. Прости меня, Самуил. И ничего не добавит. Но что он говорит? Он говорит, теперь же с ними меня. И повратися со мной, чтобы я поклонился Господу. И дальше. И отвечал Самуилу Саулу. Не ворочусь я с тобою. Ибо ты отверг слово Господу. И Господь отверг тебя, чтобы ты не был царем Израиля. Какие планы были у Бога вначале, чтобы он стал царем? Его семья. И все после него. И Бог в этом путешествии отменяет свое оригинальное, план по отношению к Саулу. Не потому что Бог переделался, а потому что путешествие Саула он начал портить многое. Проблема номер один. Боялся народа. Страх перед людьми. Люди, бывает, негативно на нас влияют. И первая группа – это мнение людей. Это то, что боялся Саула. Вторая проблема. Как люди влияют на других людей? Душевные связи. Если в жизни твоей есть люди, которые на душевном уровне, и при том, что интересно, он игнорировал Божье повеление, зная, но его давил вот эти вещи. Саулу так важно было почтение людей. И что произошло в этом случае? Трагедия целая. Первое царство, 15 глава, 34-35 стих. Отошел Самуил в раму, и Саул пошел в дом свой, в Гиву, и более не видался Самуил с Саулом до дня смерти своей. Когда Самуил ушел от Саула, 16-15, 16-14 стих написано, и от Саула отступил Дух Господень. Там написано, и злой Дух от Бога. Не от Бога, а с разрешением Бога. Оригинал значения такой. И как только Саул, Самуил ушел, Дух Господень ушел, не сразу прошло какое-то время, и нечестный Дух нашел доступ к Саулу. Путешествие это заканчивается ужасно. Если бы покаялся, если бы отошел, если бы начал искать Бога, это путешествие закончилось бы хорошо. Первое конюнерам 9, 24 по 27. Не знаете ли вы, бегущие нарастали, что бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Всеподвижник воздерживается от всего, для получения венца тленого, а мы – не тленого. И поэтому я бегу не так, как на неверное. Бьюсь не так, чтобы только бить воздух. Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Пройди путешествие свое успешно. Бог мечтает. Это его мечта. С момента твоего рождения свыше у него мечта в отношении к тебе. А я бы, если бы… Про кризисы он знал, что придут. Кризис с мальчиками, кризис с мужем, кризис с девушками, с деньгами, с работой, с друзьями. Он это все знал, что придет. Ты не первый и не первая, кто встретил мальчики или девушки, или кто вышел замуж, или женился, или у которых друзья предали. Ты не первый. И Бог об этом знал, что придет, что такое может быть. Но Он вложил в тебе все, что надо, чтобы успешно пройти. В этом большом путешествии с Богом называемые жизнью. Поймите, Бог дал тебе все, что надо, чтобы ты успешно прошел. Но временами Он включается, чтобы тебе помочь. Сверхъестественно. Это то, что произошло с некоторыми людьми, когда в своем путешествии заболели и вдруг не знали, как решать вопрос. И сила Божия сошла на них, и Бог их исцелил. В этом путешествии всегда ожидай Бога. Давайте посмотрим на эти свидетельства. Людмила и Андрей. Людмила и Андрей. У нас очень сильное свидетельство. И оно, я уверена, поможет каждому из вас поверить еще больше в Бога. В марте этого года нежданно в наш дом постучалась беда. Мужу констатировал диагноз рак, а не рак, а остеосаркома. Саркома колена. Врачи давали ему два месяца жизни, что готовьтесь, не травить его химиотерапиями, потому что до лета он не доживет. В институте рака сказали, что 90% что он умрет. Но мы будем бороться. Давали 10% что он выживет, потому что у него клапаны искусственные в сердце. На сегодняшний день он победил рак. Смотри, что сделал Господь. Его тело исцелил. Он набрал свой вес. Он сейчас преподает английский язык детям. Дети молились за него. Упагающий на Господа никогда не будет постыжен. Полгода назад мне поставили диагноз гепатит С, цирроз печени. И тяжело принимать такие удары судьбы. И я иду, молюсь. Бог, если ты мне исцелишь, я обещаю тебе, я выйду на сцену Церкви Победа и засвидетельствую о твоей славе в этом чуде исцеления. И я понял, что, ну, Бог включился в это дело. И когда у нас было где-то в середине этого момента служения исцеления пастры Генри, я сюда выходил и свидетельствовал, ушла боль. А в пятницу, как раз перед днем рождения, звонок из поликлиники меня вызывает. И я еду, говорю, Бог, ну, сделай мне подарок ко дню рождения. и приезжаю в поликлинику, меня заводят в кабинет, говорят, ну что, радуйтесь, гепатита нет в вашей печени. Слава Богу, слава Богу, шикарный подарок на день рождения. Когда Иисус приходит, это особенное время для чудес, могущественное проявление Божьей славы, милости и любви. Когда Бог открывает двери, невозможное становится возможным для тех, кто верит. Разные языки, разные народы, культура и обычаи, но одна цель в каждой стране, проповедовать Евангелие до края земли и прилагать спасенных к Церкви Иисуса Христа. Мы благодарим всех партнеров служения Христос для всех городов за ваши молитвы и финансовую поддержку. Эти фестивали Иисуса стали возможными благодаря вашему вкладу. Как здорово, когда Бог приходит в твою жизнь и помогает тебе, потому что Он живой. Бог — это недалекая личность, легенда, о которой мыслишь. Он — Бог, Отец, любящий тебя и меня и желающий принимать участие во всех твоих делах. И вот многие люди задают вопрос, могу ли я познать этого Бога? Да, все, что тебе надо, покаяться, принять Иисуса, и я хочу помолиться с тобой. Если вдруг ты никогда еще не принял Иисуса, то Он любит тебя, умирь за твои грехи. И от всего сердца помоли со мной такую молитву. Скажи, Отец Небесный, прости меня все мои грехи, дай мне новую жизнь, очисти мое сердце, войди в мое сердце, Иисус, и будь моим Господом во имя Иисуса. Аминь. Если ты помолился и твою молитву искренне, то Господь Бог простил тебя, и с этого дня ты Божье дитё. Теперь я хочу помолиться, чтобы Божье содействие, сверхъестественная помощь пришла в твою жизнь, в твоем путешествии. Может, тебе нужен прорыв, может, тебе нужно ускорение, может, тебе нужно исселение. Давай мы согласимся с тобою, что Божья сила сойдет на тебя и принесет сверхъестественное содействие и помощь. Господь, благодарю тебя за каждого человека, кто слышит или смотрит на меня. Божье, я прошу, сверхъестественная сила твоя пусть ходит и селяя, освобождая, принося свободу и благословение, прорыв там, где затруднение. Господь, пусть всякое демоническое влияние будет убрано, да будут твои благословения на всех уровнях болезни у еды именем Иисуса Христа. Аминь. Слава Богу, что Он живой и Он слышит молитвы. Я очень рад, что мы сегодня с вами были вместе. Бог вас да благословит. Я вас очень люблю. Пишите нам, скажите, что Бог сделал с вами или для вас. И так же, если у вас есть нужды, мы готовы помолиться за вас. Пусть вас Бог благословит. И мы снова будем в эфире и встретимся с вами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова